Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, мы с вами продолжаем серию видео о моей коллекции парфюмерии, о моем парфюмерном гардеробе. Сегодня я вам покажу еще две полочки, здесь у нас первая полка будет, это немного низше и люкс, и дальше уже будет в основном люкс. Вот, я, кстати, опять же, по традиции первого видео, также немного переснимаю здесь, потому что я уже начала снимать, и также были небольшие проблемки со звуком, но я не отчаялась и решила переснять. Надеюсь, в этот раз все будет хорошо. В общем, сразу отвечу на часто задаваемый вопрос, зачем есть столько ароматов, потому что мне нравится парфюмерия, и второй вопрос, где я покупаю ароматы, тоже, в принципе, об этом я рассказываю в каждом видео, сразу делюсь всеми паролями, явками, но, как и говорила в первой части, 90% ароматов моих куплено на сайте Рандеву. Ссылка на сайт есть всегда в описании, и там есть мой промокод на скидку 10% при заказе от 2,5 тысяч рублей, поэтому, если вдруг актуально, то можете применять мой промокод. И давайте начнем, приступим, здесь, да, все-таки больше ниши, но чуть-чуть есть люкса, а дальше уже будет больше люкса у нас. Я решила сразу взять телефон так в руки, не ставить на штатив, потому что так мне удобнее. Первое, что у меня есть, это зарка парфюм, молекулы 090-09, 70-07, обе мне эти молекулы нравятся, 090, но она больше такая, более искристая, что ли, в ней больше от этого и ноты шампанского, какой-то игры, искры, можно сказать так. В этой же молекуле больше сладости, на мой взгляд, но обе они мне нравятся, скоро у меня еще одна молекула появится, точнее не молекула, аромат зарка парфюм, в общем, жду. Дальше моя любимая, любимка, это Fever Tonka от Boucheron, этой зимой я прям полюбила его, потому что для меня он пахнет конфетами с марципаном, прям обожаю. Дальше один аромат у меня здесь от бренда L'Oran Matson, это Sain D, аромат на тему фруктов сочных и инжира. Далее Velvet Plum, он вообще заявлен как сливовый аромат, но для меня это все-таки больше такой пудровый женственный аромат. Аромат Panettone от бренда Milano Fragrance, это красивый такой кекс, пирог какой-то, пропитанный алкоголем, с апельсиновыми цукатами, немного такой травности в нем есть, пряности, классный, тоже нравится. Моя любовная любовь, это Thomas Cosmola Candy, это ягодки, клубничка, вишенка, очень комплементарные, всегда на него обращают внимание, обожаю. Также очень люблю Mandora de Sicilia, это прям такое ментоловое мороженое сливочное. Дальше здесь у меня Matcha Meditation, аромат на тему Matcha, от бренда Parfume de Ferenci, Bontalenti, мой любимый фруктовый аромат, фрукты в сливочном муссе. Далее Fior de Pen, аромат на тему хлеба и ириса, и также Motelda, тоже такой женственный, приятный, мягкий аромат. Здесь у меня несколько ароматов от Richard, это White Chocolate Extract, и, соответственно, есть классическая еще мне версия. Дальше K-Pop, здесь у меня классическая версия Light Chocolate, также здесь ананас, и классный молекулярный аромат, который называется Blow Blue, тоже нравится очень. Здесь у меня 4 аромата от бренда Liquid Imaginaire, это Ковер Самолет, это Белый Зверь, и также Дом Рос, и Дом Рос Мелиссима версия. Здесь у меня молекулы, у меня есть молекулы 01 плюс ирис, мне нравится, с мандарином у меня есть, Эссентрик также 0,5, Эссентрик 01, Эссентрик 02, и также Эссентрик 01 плюс мандарин, все мне не нравятся. А дальше здесь у меня ананас Dolce & Gabbana, тоже такой приятный, позитивный, молодежный аромат. От Джо Малон у меня Scarlet Poppy, и также Белая Замша и Пион нравится. С бутиковой линейки Lancome у меня аромат может быть, ирис драже, жасмин марципан, и также моя любимая лаванда Трианон, обожаю все эти ароматы. От Карнер Барселона у меня один аромат, это Паула Санта. Здесь от Шапар у меня ирис малика, лимон дульче, и также арабский мед, в общем. Также у меня здесь от Мизон Ланком, также инжир, и от Грити у меня Туту Блан Грити есть, потом Шантиль, Памела Соренто, Сиракуса, потом Туту версия экстракт. Так, и здесь у меня от Шанель, у меня Кристалл в парфюмерной воде, и также туалетная вода Мадемуазель. И от Шанель у меня здесь еще внизу ароматы, это Габриэль классическая, Габриэль Эссанс, также Алюр версия Сенсуэль. Здесь у меня Коко Нуар, так господи, так здесь у меня Коко Нуар. Также моя любимая 19-я пудре, далее Коко Мадемуазель версии Интенс, и Шанель номер 5 версии Премьер. Здесь мой любимый слоник, Мистер Томпсон, обожаю просто, Пин Халлиганс, моя любовь. Какой же он мягкий, ирисовый, миндальный, такой нежный, обожаю просто. Шанель, здесь у меня от Шанель также О'Фрэш версия, от Тандер в парфюмерной воде, в туалетной и О'Вив. Джульетта, у меня здесь три штучки, у меня сейчас Липстик Февер, Ванилла Вайпс, и это три версии, которые мои самые любимые по итогу остались. Также от Монсера, у меня здесь Тонко Кола, от Орхит, там в конце стоит мой любимый Пачули Инжир от Паглиера. Также от Монсера у меня Амора Кофи, у меня также есть Сицилия. Потом Melody of the Sun, и здесь у меня Choco Violet, Feminity, Ваниль Эксклюзив и моя любимая Вельвет Ванила. Так, далее здесь у меня Шанель Кристалл, Dior Addict, Dior Rose and Rose, Miss Dior, Dior Dolce Vita, также Poison Girl, в туалетной воде Poison Girl Unexpected, Hypnotic Poison, классический Poison. Здесь моя новиночка, я вам недавно показывала, тоже такой интересный пудровый нежный аромат от Miss Dior, здесь у меня версия Le Parfum, Absolute Le Blumen и классическая Miss Dior. Дальше здесь у меня мое любимое сердечко Map of the Heart, золотое в коробочке стоит, также фиолетовое в мини-формате. Здесь у меня от бренда, как он называется, это у нас Maison Matin, это у нас Hossard Bazar, тоже интересный такой нежный аромат. И моя любимая любимка, это L'Otelier de Parfum, это Tabacca, у меня есть и мини-формат, и большой формат, я вам рассказывала, показывала. Дальше Histoire de Rose, это Vascarien Parfum, тоже классный аромат, и в принципе бренд очень интересный. И также здесь у меня бренда Maggiore, Maggiore Gold Noir, тоже такой красивый на тему сухофруктов, пачули, красивый аромат, мягкий. Вот, в принципе, по-моему, я вам показала здесь все. Так, вкратце и вкратце, когда перезаписываешь несколько раз, уже стараешься как-то в темпе все рассказывать, чтобы долго не затягивать. В общем, вот, не так уж, в принципе, тут и много ароматов. Теперь пойдемте дальше, на следующую полку, здесь уже можно мне присесть, что меня не может не радовать. Здесь у меня первое, что стоит, это Кашмир Шапар, очень его люблю, кстати, он так подорожал в цене, прям поднялся. Дальше здесь я уже выставляла, потому что там снимала, это у меня Olola Marc Jacobs, приятный такой аромат на тему пиончика, такой цветочный. Дальше здесь у меня Египетский лен аромат на тему чистоты. Далее у меня здесь моя Белуга, Тюр Белуга от Герлен стоит, обожаю этот аромат, это, наверное, один из самых желанных ароматов за все мое время увлечения парфюмерией. Теперь он у меня есть, безумные тому рада. Также у меня здесь Сантау Рояль от Герлен, тоже долго его довольно хотела. Здесь у меня Линстан Мэджик, очень нравится этот аромат, прям женственность во флаконе. Также Мон Герлен, идеальная, самая идеальная версия из всех, это Intense, вот я себе ее приобрела. Дальше здесь у меня платьишки Герлен, тоже версия Intense черничная, мне очень нравится. Также Black Perfect у меня есть, и здесь у меня Метеориты и Терракота. И также в коробочках у меня там стоит Chalimar Souffle и Chalimar Filter de Parfum. Поставила их в коробочке, знаете почему? Потому что сейчас я, в принципе, пользоваться не буду, не совсем, на мой взгляд, их сезон. Но слышала такое, что могут вот эти вот ножки сами флакона немного отбиваться, если более немного флаконов, можно прям разбить, что они хрупкие. Поэтому убрала пока в коробку. И также у меня поэма стоит в коробке, потому что сейчас я не пользуюсь, у меня там полный флакончик 100 мл. Я так рада, что себе его приобрела, теперь моя душенька спокойна, вот, и радуюсь, пока он мне стоит там, как захочется, в такую прохладу обязательно его нанесу. Дальше у меня там сверху вот Tresor Lainuit Intense, версия новинка с вишней, также версия мускусная, уже снятая. И у меня здесь тоже Tresor в туалетной воде, и здесь Midnight Rose Tresor. И здесь два аромата от Angel Schlosser, это Oriental Swell, и также ванильный, который я хорошо так расхвалила, и теперь он нигде нет. Ну, не только я его хвалила, многим он понравился. А дальше у меня здесь аромат от Jean Paul Gaultier, здесь две миниатюрки, потом Classic версия, потом Scandal Le Parfum, классический Scandal и Soul Scandal. Тоже рассказывала про все ароматы, люблю. Лабелька тут у меня Le Parfum, классическая, Terrible и новинка. Здесь у меня от Shakira 2, просто так стали, потому что подходят по дизайну, так сказать. Здесь также два аромата у меня от Billie Eilish, Billie Eilish классический, это прям такой приятный, кремовый, сладкий аромат. Тему карамели, Billie Eilish 2, это, конечно, абсолютно про другое. Мне спрашивали, также можно покупать их слепую или нет, наверное, нет. Он похож на Eben FM от Tom Ford, это дерево, это палочки Павла Санта, это перец, это такой аромат, сложный не для всех, я бы сказала. То есть, прям ниша такая. Дальше мой любимый виноградный аромат от Azaro By Night. Также здесь у меня Lady Million и здесь у меня Black XS классический, потом вот такая вот лимитированная версия. Pure XS аромат на тему попкорна и одна у меня Олимпия, есть версия Legend. И также две сумочки Mark Jacobs классическая, фланкер, Carat Cartier мой любимый, Kloé классическая, Eau de Parfum. Также здесь у меня версия Kloé, это 15-го года туалетная вода и это у нас, по-моему, Naturel версия, да. Также здесь три моих любимых аромата от Mark Jacobs, вот эти вот версия Perfect, Intense, классическая и парфюмерная вода. Все их очень люблю в версии Intense, очень красиво звучит, нота банана и вообще мне очень нравится этот аромат. Так, дальше здесь у меня Prada, Prada Candy, это Night, Gloss, Kiss, у меня в общем все они собраны. И также здесь у меня вот такой Infusion с этой линейки, у меня это Ирис мой любимый, миндаль и у меня появился Инжир, новиночка этого года, тоже очень нравится. Тоже такой яркий Инжир на старте, но потом все равно, да, остается Инжир, становится более молочным, нежели со старта, но все равно база есть, вот эта схожая база, она объединяет все эти ароматы. Также аромат от бренда Le Quint, Portobello, тоже есть здесь и зелень, и сладость, и немного алкоголя и пряности, интересный из всей линейки, и из бренда мне он понравился больше всех. Дальше у меня здесь аромат Tiffany, вот именно версия Intensive, но этот Intense мне нравится больше всех. Дальше здесь у меня два аромата от Banana Republic, Tabacca Tonka Bean обожаю, и также вишенка, тоже такая приятная. Здесь у меня Eves Saint Laurent, это версия Intense, также здесь у меня Mon Paris, Guerlain, это у меня Aqua Ligoria, Passiflora, и также Coconut Fizz. Здесь также Eves Saint Laurent Opium, классический в парфюмерной воде, и версия Intense, по-моему, эта версия была. Giorgio Armani Sea Intense, и Fiori версия, такая кремовая, сливочная. И здесь, кстати, еще Armani у меня Mayway Intense, и Aqua Dijor. Здесь у меня Miracle, Idol, честно говоря, вообще не помню, какая это версия Idol, надо смотреть. От Love & Belle у меня осталась Жизнь прекрасна, не так ли? Лимитка у них была. Также Iris и Soleil. Три версии себе оставила, с остальными попрощалась. Здесь у меня также моя любимая Изичка, Love, так, это у меня Daisy Love, Marc Jacobs, приятный такой девичий аромат. Вот это вот Marc Jacobs Daisy, So Intense, мне очень нравится клубничная такая, в тему бокары. Также вот это вот у нас Twinkly такая, ягодная, нежненькая версия. Также здесь у меня Zodik & Valtair, Girl Can Anything, и также Girl Can Do Anything. Ну, в общем, обе такие приятные, не скажу, что это прям супер незаварядное, но приятный аромат. И также классический Zodik & Valtair, This Is Heal, есть вот такая лимитка, потом This Is Love, This Is Us, и также версия Rock, Just Rock. Вот, в принципе, вот такое здесь у меня все хранится, такая полочка. Я, честно говоря, даже думала, что буду дольше снимать это видео, но получилось довольно быстро. Казалось бы, ароматов много, но тем не менее, все вам показало. И вот, наверное, все-таки уже две остальные полки, ящики ставлю на третью часть, потому что, наверное, будет уж слишком загромождено, слишком будет много видео. В общем, показала я вам вот эти вот две полочки. И они вот, кстати, вот эти две полки, мне кажется, у меня особенно вот эта самая такая вот увесистая, хотя, наверное, следующая тоже будет такая насыщенная. Очень плотничком все у меня стоит. Там, где ниша, все-таки у них там больше простора, здесь более плотно все стоит. В общем, вот, надеюсь, вам это видео было интересно. Обязательно не пропустите третью, завершающую часть, и я, наверное, буду, ну, раз в год, наверное, снимать такие видео, потому что чаще смысла нет. А за год, конечно, коллекция очень видоизменяется. Я сужу и по видео девчонок, и также по своим видео. Действительно, за год меняется в коллекции очень-очень много. Вот, огромное спасибо за внимание, и встретимся с вами совсем-совсем скоро, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok